Хотя я и являюсь почитателем серии Homeworld, но не столько из-за её вселенной, сколько из-за огромного флагманского корабля, который шёл с нами через всю игру, постоянно улучшаясь и улучшая все подконтрольные нам войска. То есть я люблю стратегии, где у нас одна база на всё прохождение и не приходится создавать её по-новому каждый уровень, поэтому и не слишком огорчился, узнав, что действие Desert of Harag переходит на планету, ведь основа осталась. Главное, чтобы разработчики с этим нововведением не напортачили. Сюжет перенесёт нас в те времена, когда хиагоряне ещё были в изгнании на пустынной планете, а забытое ядро лежало в её центре, а сами гуманоиды были разбиты на кланы, которые постоянно друг с другом воевали. Однако один из кланов, запустив спутник, увидел нечто странное и решив узнать, что это, главы этого клана собирают экспедицию. Строя огромную машину, напоминающую смесь Белаза и авианосца, укомплектовав её людьми, они отправляют тех в путь. Первые впечатления вполне положительные. Красивые взрывы, неплохая картинка, детализованно прорисованная техника. Родной мир всегда отличался вниманием к мелочам. Правда жаль, что не видно, как разгружаются хорвестры, ведь в космо-версии они сцеплялись с носителем, а тут просто к нему подъезжают и уже несутся обратно. Управление стандартно для 90% стратегии, небольшое отличие разве что приносит база, но о ней мы поговорим позже. Основные фишки Homeworld остались и здесь. Да, в чём-то игра действительно потеряла, это видно сразу, ведь в космосе больше тактических возможностей, как у нас, так и у оппонента. Тут же всё пошло по пути упрощения, хотя сейчас куча игр идут по этому пути, но фундамент тот же, просто дом на нём выглядит по-иному. Игра поделена на 13 миссий, мало скажете вы, соглашусь, действительно мало. Есть ещё сетевая игра, в которую под средством DLC разработчики внесли ещё парочку видов войск и возможность сыграть за другие кланы, но это совсем не то. По итогу всю игру вполне можно пройти за 3-4 вечера. Что же касается миссий, то как всегда, каждый из них происходит на отдельной локации, кроме двух, там они связаны. Где с одной стороны, как и положено в родном мире, выезжает наша база с войском, что сохранились после последнего задания. А вот вся остальная местность занята противником, где он уже окопался и только нас и ждёт. Причём в противоположном углу карты почти всегда находится либо носитель, либо база, что временами выпускает к нам отряды врагов. Ну а мы, естественно, отбивая атаки, сами проводим рейд в тыл, взламывая блокпосты и всё ближе и ближе продвигаясь к цели. Не забывая при этом шарить по окрестностям и собирать ресурсы, которых тут два вида. Миссия обычно завершается со смертью последнего неприятеля. Да и тут опять нельзя самому решать, когда перейти в следующую и достроить необходимых вояков. Правда, здесь это не так важно, ведь почти всегда можно обезвредить последнее препятствие, отойти, затем построить, засобрать, что плохо лежит и потом добить неприятеля. Как всегда, основой всех основ тут является флагман. В данной части он поистине представляет из себя крепость на колёсах и ближе всего помощь к материнскому кораблю из катаклизма. То есть поначалу мячик для питья, а затем машина смерти. Процесс преобразования войск и базы, как и полагается, проходит по мере продвижения по сюжету. И тут его можно поделить на три категории. Первое исследование. Здесь стандартно, проходя задания, наши учёные будут находить или вспоминать новые технологии. И чтобы реализовать их в жизнь, нам необходимо затратить энное количество ресурсов и подождать некоторое время. Технологии открывают новые виды войск и улучшают старые. Кстати, видов и типов войск стало меньше. Это мелкие, вроде баги с пулемётом или рабочий. И бронированные, вроде танков. Крайсера, как лечащие, так и воюющие. И самолёты. Истребители в бомбардировщике. Опять же, в DLC произошло пополнение, но так как сюжет они не затрагивают, я их не считаю. Вторая категория артефакты. Вот тут интересно. Обыскивая местность с целью, чем бы поживиться, мы будем находить разбившиеся корабли. И взорвав корпус, помимо ресурсов, можем получить какой-либо артефакт. Захватив который рабочим и доставив на базу лекрейсер-носитель, мы получим бонус, что усилит нашу базу или опять же повысит мощность какому-либо типу юнитов. При этом собирать большинство артефактов вовсе не обязательно, но если шастать и взрывать всё, по итогу у нас будет не только уйма ресурсов, но и мощное войско, наголову превосходящее противника. Ну и третья категория. Прокачка нашего Белаза-Авианосца. Опять же некоторые артефакты будут давать базе дополнительную энергию, которую мы сможем распределить по системам. А каждая система ещё имеет несколько уровней для развития. По итогу мы усилим турели, броню, включим ремонтные лучи, ракетные установки и увеличим дальность цельбы. Правда опять же лучших результатов добьётся тот, кто исследует и взрывает все найденные схроны. В конце стоит сказать, что есть тут и некое подобие героя, а именно знакомая по двум частям девушка, которой здесь носитель ещё не доверяют. Зато снабдили эксклюзивным авто, выполняющим роль исследовательской лаборатории. Её целью служит кататься с основным ударным отрядом, лечить их и применять из миссии в миссию растущие навыки, работающие по откату. Кстати, именно она играет роль десантного корабля и способна переманивать врага на нашу сторону. Довольно качественно сделанная и достаточно интересная игра, правда на одно прохождение. Да и времени займёт у нас куда меньше, чем другие части. А всё из-за довольно низкой сложности, в результате чего некоторые трудности могут возникнуть лишь в одной миссии, где нам необходимо защищать союзника, и то небольшие, максимум на одну переигровку. Но в любом случае пройти её стоит, хотя цена на данную часть по-моему завышена, но это моё мнение. А на этом всё, всем удачи и подписывайтесь на канал.